Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. Журналисты телеканала Самары Гис и я, Инга Пеннер, прямо сейчас готова вас знакомить с главными событиями этого дня. До свидания эпоха. Самарский Союз У в последний раз стартовал с Байконура. Отепель на улице, зима в квартирах. Самаре устраняет последствия коммунальной аварии, оставившей без отопления десятки домов. Дело на 30 миллионов. Главы управляющей компании будут судить за мошенничество. С космодрома Байконур состоялся последний в истории запуск Самарского Союза У. Ракета-носитель с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС-05» отправилась в космос в 8.58 по московскому времени. Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения ракеты с Международной космической станцией. Напомню, «Роскосмос» сообщила об окончании эксплуатации ракет Союза У после аварии носителя этого типа, который должен был доставить на орбиту космический грузовой корабль. Как ранее писали СМИ, со ссылкой на источник на космодроме Байконур, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2.1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ». 27 домов в железнодорожном районе Самара остались без тепла. Произошел порыв трубы диаметром 800 мм на тепловой сети. Это коснулось жителей, чьи многоэтажки расположены на улицах Магнитогорская, проспект Карла Маркса, Партизанская. На домах еще вчера днем были повешены объявления о том, что отопления не будет до 22 часов вечера. Но и сегодня утром в домах самарцев было холодно. Мы связались с управляющей компанией, в которой пояснили ситуацию. Сегодня только начали запускать мы дома после того, как заполнили магистраль в 6 часов утра. То есть в 6 утра сейчас идет подключение домов. Понятно, что они завоздушиваются. Это вопрос такой, что в течение сегодняшнего дня мы все, конечно, запустим, провоздушим. К сожалению, это не по нашей причине. Это работали тепловые сети. Мы будем следить за развитием темы. Директора управляющей компании ТВН будут судить за мошенничество. Прокуратура Самара утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, руководитель управляющей компании Владимир Терещенко с июля 2014 года по апрель 2015 похитил почти 30 миллионов рублей, которые предназначались ресурсоснабжающей компанией Сутек за оплату коммунальных услуг. Компания ТВН обслуживала несколько десятков домов в Красногринском районе Самара. Жители исправно платили за тепло и горячую воду, а управляющая компания деньги поставщику услуг не переводила. Директор фактически оставлял их себе, при этом попытался их легализовать через другую фирму. К тому же в апреле прошлого года управляющая компания ТВН не прошла лицензирование. Терещенко обвиняет по двум статьям мошенничества в особо крупном размере и легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Он дал указание своей подчиненной об изменении расчетного счета получателя денежных средств за оплату коммунальных платежей с расчетного счета ЗАО Сутек, осуществляющих теплоподачу в дома и обключения в квитанции расчетного счета непосредственно данной управляющей компании. Круглые сутки на высоте. В Самаре чистят крыши от снега и налетей днем и ночью. Теплая погода, которая становилась в регионе, заставляет коммунальщиков трудиться с утроенной силой. Всего на крыше города работают почти 190 бригад кровельщиков. Под особым контролем скатные крыши, выходящие на тротуары, пешеходные дорожки. Такие в городе почти полторы тысячи. Там, где ветхость кровли не позволяет забраться на нее, территория с возможным сходом снега огораживает сигнальными лентами. Кроме того, глава города обращает внимание подчиненных на координацию работ. Некоторые управляющие компании не вовремя расчищают тротуары и кучи снега льда, сбитые с крыш, мешают ходить людям. Мы практически зиму с вами прожили. Прожили неплохо. Хорошие были темпы работы. То же самое по крышам. Много работы было выполнено. Остался вот такой последний рывок. Нужно обеспечить безопасность людей. Поэтому, пожалуйста, на это обратите внимание. В общественной палате Самарской области нашли способ решения проблемы перевода льготников на новую систему оплат услуг ЖКХ. С 1 января компенсация начисляется людям только по факту расчета за коммунальные платежи и только при отсутствии долгов перед управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. Многие льготники недовольны новой системой. Квитанция некоторым жителям приходится по зданиям, а без своевременной оплаты компенсации не предоставляется. Общественная палата предлагает заставить Самарской области единую систему учета всех платежей за жилищно-коммунальные услуги. Все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны будут работать с этим центром. Самарцы в итоге будут получать одну квитанцию на оплату, а не собирать отдельные платежки за свет, воду и газ. Если решатся эти две проблемы, первое создание центров и то, что управляющие организации начнут своевременно, как по закону положено, представлять вот эти платежные документы, то вот эта проблема должна решиться. Главная задача это помочь жителям области. Далее коротко о других событиях дня. Лимит поездок по социальному проездному в Самаре на февраль увеличен до 60, об этом сообщает сайт Volga News. Решение принято региональным Минтрансом совместно с администрацией Самары по итогам мониторинга, который ведется с начала февраля. Анализ передвижения самарцев показал, что за 20 дней месяца около 6 тысяч граждан совершили 50 и более поездок на общественном транспорте. При определении количества поездок по соцкарте будет применяться индивидуальный подход к каждому, исходя из его потребности и социального положения. ДТП произошло в Самаре во вторник вечером. Водитель Hyundai, двигаясь по Новосадовой, проехал на Красной, на пересечении Саменева, врезался в Мазду и после аварии сбежал, оставив и машину, и пассажира в ней. Пассажир из Hyundai оказался в больнице. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель Мазды был трезв. Полицейские разыскивают водителя Hyundai. Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Самарский университет получит 482 миллиона рублей. Средства предоставят в рамках госпрограммы развития образования. Цель – войти к 2020 году в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. В 2017, как и годом ранее, субсидии предоставляются трем группам ведущих университетов. Самарский национально-исследовательский университет имени академика Королева второй год удерживает лидирующую позицию. 23 февраля в Самаре отметят День защитника Отечества. В 11 утра первые лица региона, командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны и военнослужащие возложат цветы к вечному огню на площади Славы. В 12 часов у монумента Ладья пройдет Большой казачий праздник, в программе которого развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы и концерт. А в 9 вечера там же пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами и 30-ю залпами двух салютных установок. В Самарских электричках выросли цены за безбилетный проезд. Штраф составит от 600 до 1000 рублей в зависимости от продолжительности маршрута. Пассажир, не предоставивший контролеру билет или документов, подтверждающих право на бесплатный проезд, автоматически признается зайцем. Ранее штраф равнялся 50-кратному размеру установленного тарифа и составлял 585 рублей. Музей, где научат стрелять и собирать легендарный автомат. В самой большой школе Самара в микрорайоне «Крутые ключи» открылся музей памяти Михаила Калашникова. Его имя носит и само учебное заведение. Особенность в том, что музейное пространство поделено на несколько интерактивных зон. Чем готовы девить школьников, расскажет Валерия Макарова. Он находится на эмблеме Мозамбика и гербе Зимбабве. Автомат Калашникова принят на вооружение более 70 стран. А вот музеев в честь создателя легендарного оружия – единицы. Один из них сегодня открывается в Самарской школе номер 7 в «Крутых ключах». Для музейщиков коллеги из других городов передали свое видеоприветствие. Появление нового чемпионата «Крутого» – это всегда было и дело. Вместе с вами, на примере выдающейся личности, прошедшей термистый путь от рядового солдата и гербера, воспитываем нашу современную молодежь. Мальчик из христианской семьи с мечтой и удивительной целеустремленностью. Поэт и романтик, влюбленный в механику. Таким вспоминают молодого Михаила Калашникова. Его стихи в экспозиции тоже есть, но большая часть экспонатов рассказывает о работе выдающегося оружейника. Идея сделать музей появилась вместе с открытием школы полгода назад. Была создана из ребят музейная группа под моим руководством, а мы все это делали с ребятами, с учителями. Давно в школах города не было такой большой современной площадки под музей. И в нем, вы видите, есть и выставочный зон, и интерактивная зона. Есть замечательные возможности для работы самых разных возрастов. Интерактивных зон в музее несколько. Викторины по биографии Калашникова, сборка-разборка автоматов. Одна из самых интересных – электронный стрелковый тир. Первый раз держу пистолет в руках. Как стрелять, понятия не имею, но сейчас Александр расскажет. В первую очередь надо снять предохранитель, зарядить, встать в стойку, левой ногой вперед или кому как удобно, прицеливаться и начать стрелять по мишеням. Не с первой попытки, но цель поражена. Такие интерактивные площадки в музее будут использовать во время уроков мужества и классных часов. Они станут неотъемлемой частью обучения. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Партию продуктов и бытовой химии отвезли в многострадальную горловку волонтеры храма в честь трех святителей. Гуманитарная помощь для жителей Донецкой области в Самаре собирает больше двух лет. В зону боевых действий Анастасия Андрейченко едет уже в одиннадцатый раз. В этом нет острой необходимости, но девушка говорит, что хочет быть уверена, что груз доставлен и отдан по назначению. Каждый раз непросто найти машину. Транспортные предприятия соглашаются ехать в Донецкую область лишь за очень большие деньги. Настя знает, что помощи Самары люди ждут, и это заставляет ее продолжать волонтерскую миссию. Они присылают мне сообщения ВКонтакте, помогите нам, нечего есть. Живут они, например, где-нибудь в серой зоне, где реально очень тяжелая обстановка. И вот эти вот сообщения дают нам силы двигаться дальше, несмотря на упадок помощи, который несут люди, находить возможность отвезти этим людям хотя бы малую часть того, что им нужно. В одной из поездок волонтеры захватили с собой пакет гематогена. Местная ребятня расхватала его, как необыкновенное лакомство. Жителям разрушенных сел необходимы памперсы, продукты, средства гигиены. Получила гуманитарный набор, очень рада, спасибо большое, спасибо, что есть такие люди, которые заботятся и помогают. Очень благодарна, потому что на данный момент я не работаю и болею заболеванием, онкозаболеванием. Для меня эта помощь очень важна. Пункт сбора гуманитарной помощи при храме в честь трех святителей, первый в Самаре, изначально создавался для помощи беженцам с Украины. Когда стало понятно, что собрано гораздо больше, чем требовалось, решили отправить машину в Донецк. С тех пор эти поездки стали регулярными. Вот как у нас сюда приходят люди, нуждающиеся семьи, им даешь макароны, ну какой-нибудь низкой ценовой категории, они начинают тебе говорить, ну что, берите, почему, ну вы нам что тут даете вообще такое. А там люди рады вообще всему, то, что привозят. Пункт сбора гуманитарной помощи на Старозагоре работает ежедневно. Во все времена были и будут те, кому необходима поддержка. Инна Сыпанченко, Артем Сулайманов, События. Предстоящие праздничные выходные по инициативе храма в честь трех святителей в городе пройдет акция «Корзина доброты». В крупных торговых центрах будут собирать продукты питания и передавать их нуждающимся семьям. Для проведения акции требуются волонтеры и желающие помочь. К футбольному чемпионату мира готовятся не только любители самой популярной игры. Детский театр «Задумка» поставил уникальный спектакль для юных зрителей – путешествие футбольного мяча. О ярком и познавательном представлении расскажет Андрей Горгуленко в рубрике «Самара в игре». Два-три часа в ежедневном режиме в течение месяца «Задумка» репетировала свой спектакль. Работы много, 200 человек участвуют в постановке 13 номеров, и каждый со сложными техническими элементами. «Самое сложное? Ну, наверное, это делать трюки с маленькими девочками, потому что это опасно, это страшно, это большая ответственность на тебе. Выбрасывай их наверх, у тебя екает сердце». Главная задача танцевального спектакля – познакомить зрителей с историей футбольного чемпионата мира и передать колорит стран, принимавших мундиаль. «Им будет интересно увидеть, я думаю, танцы народов мира, тем более они такие яркие, в общем-то, эмоциональные, разные очень костюмы, разноцветные, разноплановые танцы». И вот в день премьеры на сцене в едином коктейле смешалось все – бразильский карнавал, испанская страсть и русская душа. Каждый номер сопровождался интересными фактами о чемпионатах мира. В восторге были все зрители без исключения. «Чем больше будет детей смотреть вот эту прелесть, тем будет лучше для чемпионата, они проникнутся к тому времени». «Я сегодня присутствовал как на уроке. Три урока. Это урок географии, это урок истории, история футбола, потому что многие вещи, даже я услышал впервые, это действительно обучение наших детей. Ну и третье – это танцы народов мира, это феерия танцев». Ну а главную оценку дали юные зрители, которые, зарядившись сумасшедшей энергетикой, танцевали вместе с артистами прямо на своих местах. Андрей Горгуленко, Валерия Макарова, Сергей Баскин, Артем Сулайманов. События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят свои материалы к следующим эфирам. Точка в кровавой драме. Сегодня убийцы полицейского Гошта и его семьи выслушают приговор. Как спать на снегу и разводить костер в сугробе. Спасатели Росавиации учатся выживать в лесу после крушения самолета. Черная жемчужина Самарского зоопарка. Егор Нуар празднует семилетие. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!